Девушки, вы когда-нибудь имели дело с маменькиным сыночком? В России могут заблокировать Ютуб, поэтому, чтобы не потеряться, заходите в наш Телеграм-канал и в нашу группу ВВК, все ссылки в описании. Но и на Ютуб мы тоже будем продолжать выпускать ролики, поэтому, чтобы их посмотреть, качайте VPN. Мой бывший один раз в шутке ради скорчил такое стрёмное лицо, что я заржала и сказала, ну и уродливая же у тебя рожа. Он рванул домой и наябеничал об этом маме. Через несколько дней я прихожу домой к его родителям, и его мама, мило поглядывая на сыночка, говорит мне, ты знаешь, он совершенно не привык к тому, что его называют уродом. Даже его батя тогда словил кринжа. Я учусь в одном универе с челом, к которому раз в неделю приезжает мама. Она живет в трех часах езды от нас. Она стирает ему одежду и готовит еду на неделю вперед. Пацану 26 лет, и ему ни капельки не стыдно в этом признаться. Я одно время жила с подобным персонажем. К нему тоже раз в неделю приезжала мама и привозила продукты, туалетные принадлежности и так далее. А еще стирала его шмотки и заменяла его трусы, носки на новые, когда те снашивались. Нам было уже по 20, но он едва ли знал, что значит ухаживать за собой. Еще когда мне было чуть за 20, я встречалась с парнем, который никогда самостоятельно не покупал себе вещи. Он ждал, пока к нему с другого конца страны приедет мама и купит ему нижнее белье и т.д. Бывало, я ему говорю, Зай, у тебя трусы все в дырках, почему ты не можешь пройтись 5 минут до ТЦ и купить себе новые? А он в ответ такой, Ай, да ну, все равно через несколько недель приедет мама, она и купит. Ему было 23. В подростковом возрасте, когда у меня были первые отношения, мы с моим парнем любили часами зависать у него в комнате. Периодически его мама просила его спуститься вниз, после чего он уходил и пропадал на довольно длительное время. Я особо не обращала на это внимания, но потом в один день я заждалась его и решила сама спуститься на первый этаж. Каково было мое удивление, когда я увидела, как его мама лежит на диване, а он натирает ей ступни лосьоном. Позже он признался, что его мама ревнует ко мне и специально каждый день зовет его вниз, чтобы он натер ей лосьоном ступни. Она хотела, чтобы он не забывал и о нуждах своей матери тоже. Меня чутка вырвало. Я в 17 лет почувствовала то же самое, лол. Мой бывший хотел, чтобы я была ему мамочкой-домохозяйкой, потому что такой была его мама. Он всячески пытался сделать из меня его мать. Он как Норман Бейтс, только настоящий. Когда мы встречались, мой 45-летний бывший и его 49-летний брат по-прежнему жили в доме их родителей, в своих детских комнатах, где висели все те же плакаты, которые они повесили еще будучи подростками. Спали они в кроватях, оставшихся с детства. Оба не умели ни готовить, ни стирать, ничего не умели. Когда они куда-то уходили, им нужно было обязательно сказать маме, во сколько они вернутся. Если они хотели кого-нибудь привезти на ужин, то тоже нужно было предупредить маму. Каждый вечер они всей семьей собирались вместе и смотрели телек. Сидеть одному в своей комнате считалось у них чем-то странным. Они с братом всегда в одно время шли спать. Как будто мужикам было не по 40 с хером, а 5 и 9. Мой бывший МЧ как-то заявил, что мне никогда не стать такой интересной и замечательной женщиной, как его мама. Это лишь одна из многих причин, почему он стал моим бывшим. Мой бывший рассказывал своей маме о каждом моем шаге. Это бесило меня до усрачки. О боже, я сейчас нахожусь ровно в такой же ситуации. Понимаю твою боль, сестренка. Но меня радует хотя бы то, что он не обсуждает с ней нашу половую жизнь. А так, любая наша ссора становится предметом внимания всей его семьи. Подумываю уже порвать с ним, потому что его мама слышит обо мне только плохое, в порыве эмоций, и судит только по его словам. Парень, с которым я работал, один раз заболел, и вместо него на работу вышла его мама. Не знаю, чья это была идея, его, его мама или их обоих, но мы сказали, что мы как-нибудь сами. Это был третий раз, когда я пришла в гости к этому парню, он жил один. Сидим, отдыхаем, вдруг кто-то пытается попасть в квартиру, у этого человека есть ключ. Оказывается, это женщина. Не успела я сказать ей здравствуйте, как парень тормозит меня и говорит не обращать на нее внимания. Типа она постирает, помоет посуду и уйдет. Далее мы целый час сидим в тишине, пока эта женщина на соседнем диване складывает его нижнее белье. И только она собралась уходить, он такой говорит, пока, мам. Челу, кстати, 25. Она покупала ему нижнее белье, стирала его грязные вещи, готовила ему, делала уборку. В свои 25 он все еще жил в своей детской комнате. Вашему вниманию представляется мой бывший. Один раз убила весь день на стирку вещей парня. У меня был выходной и хотелось сделать ему приятно. Машинку загрузила раз, наверное, 8. Думала, освобожу нам время на вечер, чтобы мы куда-нибудь смогли сходить. Через два дня снова остаюсь у него. Открываю полку, чтобы взять ночнушку, а там все вещи сложены не так, как их сложила я. Оказывается, приходила его мама, вытащила все вещи и сложила их по новой. Видимо, я недостаточно хороша даже для того, чтобы разложить вещи взрослому мужику, который не способен даже постирать свои вещи. Я ему сказала, типа, что это очень странно, а он начал защищать маму, мол, она его просто очень любит, и мне этого не понять. Не, бро, я все понимаю, но это пипец как странно. О, да это же про всех парней с испанскими корнями, которых я встречала. Изменено. У меня само испанские корни, и я старшая дочь в семье, где только один мальчик, и я прекрасно знаю, что такое комплекс Михито. Дико понимаю тебя. Моим братьям многое сходит с рук, особенно тому, который старше меня на 10 лет. Все время ждет от меня, что я буду мыть за ним посуду. Один раз я отказалась, а он пошел и настучал на меня. Ага, в мои прямые обязанности входило стирать и сушить постельное белье брата, и заправлять его кровать. А свои вещи нам с сестрами приходилось стирать самостоятельно, да и кровати заправлять тоже. По сей день этим возмущена. У меня был парень, который попросил маму, чтобы та порвала со мной за него. Я серьезно. Первые же три месяца наших свиданий я видела ее несколько раз. Звоночек? Теперь, когда мне уже побольше лет, понимаю, что да. Она позвонила мне сказать, что ее сын тяжело переносит конфликтные ситуации, так как его отец был тем еще ублюдком. Конечно же, они были в разводе. Поэтому ей самой пришлось сказать мне, что наши отношения не складываются. Я по сей день помню вайп того звонка. Такого кринжа я в жизни не испытывала. Встречалась с одним парнем с 16 до 22 лет. Когда мы расставались, мы уже год как жили вместе. Чел собрал почти все свои шмотки и поехал к родителям. Это ок. Но проблема в том, что с тех пор я общалась только с его отцом. По поводу прерывания договора аренды, вывоза мебели из нашей хаты, насчет того, как я получу назад свои вещи и так далее. Я ни разу больше не видела своего бывшего с той секунды, как мы поставили точку и он ушел из квартиры. Я понимаю, что в 22 ты еще молод, но ведь уже не ребенок. Я не могла поверить в происходящее. Кинул меня в день Святого Валентина, чтобы провести время с мамой. С мамой, которую он видит постоянно, которая живет рядом с ним, да и не одна. Несколько месяцев встречалась с парнем, который в любой ситуации более сложный, чем «Что я буду есть сегодня на обед?» звонил маме и спрашивал у нее совет. Меня дико бесило, что он самостоятельно не мог принять ни одного решения и никогда не брал на себя ответственность. Ему всегда важно было выслушать, что думает его мама. Хотя, знаете, сейчас вспоминаю, один раз был момент, когда я спросила у него, куда мы пойдем обедать. И даже в этом случае он набрал маму и спросил, есть ли где-нибудь поблизости норм ресторана. Моя свекровь когда-то учила меня, как правильно нарезать бананы для ее сыночка и как правильно поднимать трубку. И что моя главная обязанность, это не работать, а служить ему. Она говорила, что он должен приходить с работы и просто отдыхать. И он никогда не заступался за меня, когда я говорила, что это просто бред. Он всегда был таким маменькиным и папенькиным сыночком, что позволял им постоянно принижать меня. Ни разу не встрял за меня. Надеюсь, теперь он твой бывший. Нет, я в браке уже 40 лет. 20 лет без интимной жизни. Он так и не стал лучше. Мне понадобилось 10 лет, чтобы понять, что дело не во мне. Потом я решила, что как только наш старший сын поступит в колледж, я уйду. Но оказалось, что это слишком тяжело для меня финансово. Ему достанется все. Моему бывшему было 56, но его почта все еще приходила по адресу его мамы. Она открывала его письма и рассказывала ему, что там. День болтали по телефону и распускались сплетни о родне. Один раз он забыл, что я дома, и я услышала, как он со своей мамой по телефону перемывает мне кости. Я услышала, как он сказал, настанет время, и я покончу с ней. И тогда все это наконец завершится. Это стало концом наших отношений. Кстати, у меня тогда был день рождения. Надеюсь, что его мама сейчас заботится о нем, потому что она всегда ему твердила, что сам он о себе позаботиться не сможет. Мой мопс бегает за мной, как тень. Стоит мне только выйти из комнаты, как он тут же вскакивает и следует за мной. В отличие от остальных примеров здесь, твоему мопсу дозволено быть маменькиным сынком. Мой бывший не знал, как включается стиралка. Всегда оставлял грязную посуду в раковине, потому что знал, что потом придет мама и загрузит все в посудомоечную машину. И его постельное белье всегда тоже меняла мама. В следующем месяце ему исполнится 30. Изменено. Он и с моей мамой у нее дома вел себя похожим образом. Если мы сидели за ужином, стоило мне только спуститься вниз на 5 минут, чтобы покормить собаку. Как по возвращению, он уже валялся на диване, пока моя мама убирала все со стола. Ты что, не способен самостоятельно поддержать разговор с моей мамой всего каких-то 5 минут? К тому моменту мы были вместе уже 3 года. Никто не говорит, что в гостях нужно грузить посудомоечную машину, но хотя бы тарелку до раковины уж донеси и помоги убрать все со стола. Как же у меня горело с подобной фигни. Здоровенный звоночек. Что касается стиралки, никогда этого не понимала. Типа там же просто кнопочки. Там же ясно написано старт. Неужели так трудно разобраться? Это все актерская игра. Пригони челу новенький телек, и он внезапно станет экспертом в электронике. У мамы моего парня до сих пор есть доступ к его банковскому счету. Когда он совершает какую-нибудь крупную покупку, ну, то есть выше 100 долларов, ему тут же звонит мама и уточняет, на что он потратил деньги. Когда она звонит ему по телефону, он выходит из комнаты, либо вообще идет на улицу. А когда мы обсуждаем с ним какие-нибудь важные моменты, я постоянно слышу от него. Знаешь, а вот мама мне сказала. У нас уже столько проблем в отношениях из-за этого было, но до него это плохо доходит. Мой бывший называл свою маму по имени и накуривался с ней на концертах. Это было так странно. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео, девушки, напишите, вы когда-нибудь имели дело с маменькиным сыночком? И не забудьте посмотреть наши другие ролики. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok